Творческая студия позитивного мышления и силы и позитивные мысли Татьяна Салмановна Макту Сайна. Сейчас я накрашу и сделаю такой легкий мейкап. Душ я только что приняла в моей такой ванной спа. Такие вот дела. Поступил вопрос. На одну из моих каналов ютуба мне писали такой вопрос. Надо заточить карандашики. Сейчас я тут их заточу. По поводу, как я отношусь к Николаю Второму, да? К Николаю Второму. Такой какой-то очень... Мне редко задают какие-то вопросы. Так что вот. Такой какой-то неожиданный вопрос. Сейчас. Организую. Сейчас я приду. Сейчас приду. Так вот получается. А, эту штучку. Знаете, у меня такая немножко... Вот эта штучка, она мне стирается, стирается. Сейчас. Так. Так. Продолжение следует... 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 Вот лично я, то, что вот видела по телевизору, он там или с гаджетами, понимаете, из того, из чего-то конкретного, я, может быть, не знаю, понимаете, что конкретное вообще было сделано, когда он там столько должностей занимал, понимаете, в этих топ-в-топ, он и сейчас там занимает высокий пост, ну вот. Насколько я видела, из всех тех, понимаете, те, может быть, там где-то, в общем, отойдут от видеокамеры, там, может быть, гаджетами еще что-то там занимаются, понимаете, а он как-то вот, его показывали все в новостях, он там все, знаете, гаджеты, телефоны, интернеты, то есть он какой-то такой вот, знаете, такой американизирован, знаете, вот эти вот, ну, правда, как топ-менеджер, знаете, такие вот, которые в этих компаниях такие вот, знаете, каких-то этих суперфирмах, которые летают, вы поняли, да? Такого типа. Ну, понимаете, Россия такая страна, которая, знаете, не знаю там, сколько там, если посмотреть, вот эти вот, многие люди, которые живут, знаете, вот этот вот туалет, на улице понимаете там мороз вот этот там туалет вот это вот там и дороги нужны конкретные результаты нужны люди россия это такая страна это не америка это не европа поэтому вот такое впечатление там у него вот эти вот его какие-то каджеты его эти речи как будто бы это все шикарно в принципе выглядел всегда великолепно и говорил красиво только всегда почему-то было такое чувство что немножко как-то вы понимаете вот это как-то немножко другой понимаете там вот для для вот понимаете для какого-то такого европейского понимать европейского уровня такого такого говорю что как будто бы вот уже там а люди здесь конкретные знаете здесь в россии я так понимаю очень много различных проблем люди ждут конкретных результатов когда вот это распиаренная понимаете там учителям где вот это распиаренная все по типу денег нет а вы держитесь там еще что-то такое ну я не знаю другие наверное может быть как-то вот это они как-то вот это вот как-то по другому это вуалируют или как-то в общем какие-то фразы какие-то может другие говорят это как-то не так заметно я не знаю знаете но вот это вот и гаджеты и вот это будет что-то там такое это такой уровень понимаете другой уровень то же самое как я прочитала как относится к жизни и вообще мысли дональда трампа жизни а жене как вообще нужно жить и так далее когда в принципе я прочитала я уж там уже вообще конкретный вывод сделала что возможно для большого бизнеса он и подходит но возглавлять страну как государство я считаю что таким взглядами когда еще это открыто когда говоришь это нехорошо нехорошо это мое личное мнение я очень мало что знаю про николая второго понимаете вот очень мало но я делаю определенные выводы и то что как бы про николая второго я умолчу но я хочу сказать что татьяна салмановна относится отрицательно и к дональду трампу димитрию медведеву и к николаю второму так что да или они у меня хотели спросить что я думаю о николая втором как о человеке или они хотели спросить это будет там задать вопрос или они хотели не спросить что я думаю о николая второго как о человеке или как о правителе и ну какие дела я принципе далека далека от политики я один скажу знаете вот это вот очень как то получилось великолепный века смотрел аппарат и вам загружала серию которая грузила так вот понимаете вот посмотрите насколько там вообще глубоко про этого понимаете султана сулеймана десятого правителя османской империи следующий следующий уже там как там кюсэм там еще какой то вот там следующие потом после этого великолепного века сериал начался там не было такой глубины там опять какие-то гаремы опять разборки вообще какая-то вот эта вот фигня вот этого я не стала смотреть сравнению с этим фильмом это было мелко я подумала чем буду время тратить вы просто посмотрите там принятие здесь такая вот подборчик сделать по всему этому фильму как глубоко и вообще самую такую серию загрузила это вот битва понимаете битва как вот он выиграл и вообще как он говорит и как он на этом поле стоит и что он вообще говорит и еще после этого посмотрите как он в этом шатре и как он с собой разговаривает и принципе какая вера у него в создателя там своя религия своя вера но вы посмотрите как и вы посмотрите по фильму как он говорил о народах о разных народах показывал этому цветы что разные цветы что также пусть разные народы и раз создателем созданные разные цветы он такой пример приводил так и народы должны быть разные нельзя их как-то там ущемлять и говорить что там одни какие-то плохие другие хорошие так что вот он там завоевывал тип типа живите там своя религия то есть он даже прежде чем завоевывать вот эти вот страны он и предлагал так сдаться вот я же это вот по фильму просто вот я вам пересказываю я вот как бы на основе фильмов я вообще честно говоря такое субъективное мнение как не специалист просто знаете как тут очень издалека мне показалось это очень глубоко прежде чем завоевывать город и крушить и вообще грабить не то что грабить там как это называется ну там они вот это конечно там же армия шла что в трофея трофея завоевать и в общем так далее он же предлагал тоже чего завоевать он предлагал им сдаться так и в общем так нужно будет и жить и религии в принципе все так только от своего наместника пришлют и все короче может там завоевывал и присылал вот этих вот как они назывались наместник или как-то своего там человека правитель назначало в общем и все по-моему кто соглашался он говорил что ну так вот это будет разрушена погибнут а вот это так очень нормально в общем вот это но он так же и делал потом он завоевывал и так же и делал там своего назначал и как бы все у них так оставалось эти рынки насколько я вот по фильму помню понимаете там это не очень как бы вот это вот такое то я вообще честно говоря когда я смотрела этот фильм я эти сцены военные я их старалась пропустить я вообще-то делаю не люблю ну так вот получил смотришь там потому что вот эта сцена там эти походы какие-то там не знаю там полгода там вот это там понимаете какие-то долгие эти походы это воевать столько месяцев в общем как-то ну в общем как-то вот так я просто обращаю внимание на глубину понимаете на глубину не смотря на такой вот этот вообще вот этот такой вообще супер взлет как он себя умел держать понимаете и конечно здесь в скинницу хватило про кого это хватило хотелось сказать. Все-таки, знаете, большая любовь, все-таки понимаете, чувствуется такая вот эта глубина. Я боюсь предположить, потому что потом уже что с Турцией стало, оно все как бы, понимаете, оно уже уменьшилось, все пошло на спад. Я боюсь предположить, что со временем все это, знаете, как пошло, гаремы, выпивка, и в общем, вы поняли, да, и началось все разваливаться. Потому что, наверное, в дальнейшем, хотя, знаете, я могу это, мое такое суббитие, я точно не знаю, это моя догадка. Потому что я это не смотрела, я просто вот так вот думаю, потому что потом это все стало уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Вот поскольку им было как-то это, на это особо, как бы, я так понимаю, как-то вот так. Кто, может быть, там найдет какие-то там эти недостатки, или что-то будет как-то спорить, я как бы не спорю, понимаете, это так вот, знаете, если вот так вот взять, знаете, вот так, обобщенно вот это вот так вот, обобщенно очень взять. Так что вот. Ну что, губы я накрасила, в общем, что, я-то надо выключить книг, не к вопросу, но уже где книг, или Джонефа Марфи почитаем. Джонефа Марфи почитаем. Ох, это сегодня какой дождик был, посмотрите, такой лимит, такой шикарный лимит, 3 часа ночи было около 3. Я такая проснулась, у меня такая гром и молния вообще, думаю, такая прохлада, думаю, как хорошо, как хорошо. И вот эти, а потом уже, потом уже с утра спала очень долго, а зуба тут встала, где-то там в начале, в начале второго, так что вот, в начале второго, ну и легла я, легла я там где-то пол первого ночи, нет, чуть позже я легла, легла я где-то там, ну второго, наверное, ну плюс-минус где-то, ну не очень поздно это для меня. В общем, занимаюсь тут хозяйственными делами, прийти внимание, на нарезки. Здесь тут штучку тоже по оформлению я тоже стираю, потому что я, знаете, вот этими, это вот от этого, от пододеяльника часть, в общем, хорошо, красиво, правда? Вот сейчас вот бэкраунда не хватает, вот этого. Там я стираю, то есть сейчас нарезки там стираю, муцу вынесла, в общем, такие, знаете, перемежаю эту уборочку, в общем, с моим творчеством, так что вот. Вот такие вот дела. Видео, конечно, загружаю, да, там у меня огромное количество видео, надо было два мои канала загрузить, на страницу ВКонтакте и на Фейсбука страницу. Что-то я еще хотела такое сказать. ское облажение. Я когда-то хотела поднять такую тему, я об этом тоже очень много знаю, знаете, вот, знаете, времена Екатерины Второй, ну и вообще какие-то темы, понимаете, поскольку даже это 500 лет назад я просто по Турции смотрю, по Османской империи, там же это, в принципе, это, особо это не показывали, вы понимаете, вот это вот, не больничьи, не больничьи рынки, рабства, вот это вот, и тоже Россия, крепостные рабства, вообще вот это, мы поняли, да, вот такую тему. Такая, я считаю, что очень тяжелая тема, в принципе, очень тяжелая. Ну да, я просто вспоминаю, как ее звали, как ее звали, вот эту вот, знаете, вот как ее там звали-то, просто я так поняла, я так, если она в меня смотрит, вот, я даже забыла, как ее звали, я просто ей привет такой передаю. Сейчас я, может быть, вспомню, как ее звали. Так что скажите ей спасибо. Так что, кто задал вопрос, скажите ей спасибо, она так что... Такая с мылом, которая была, с этим мылом. Позабыла я ее имя. Если б, кстати, не она, если б не она, Татьяна Салмановна вам бы ничего не сказала про Николая Второго. Салмановна бы вам вот про Трампа сказала, про Медведева, про Николая Второго. Так что вот. Ничего бы не сказала. Ну вот, так что давайте лучше к позитивчику, к позитивным книгам, потому что если я Татьяна Салманова скажу прямым текстом, то там уже никакой этот YouTube не потянет. И они и так иногда некоторые мои видео там вот и крутятся, а мы там это проверяем, вот это вот, они там что-то еще проверяют. Так что вот, что-то там проверяют. Так что давайте лучше ближе к книжечкам, ближе, знаете, к этому все-таки студия позитивного мышления, позитивное мышление, понимаете. Вот кинная книжка, Тайная психология, Леник, Секреты богатства и процветания. Это как-то мне ближе. Я занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года по настоящее время, смежными науками. Вот, это намного ближе, чем какие-то такие темы, от которых нужно быть специалистом, понимаете. Нужно быть подкованным специалистом, разбираться, вот, чтобы вообще делать, ну, чтобы вообще об этом как-то вообще рассуждать, говорить. так что вот, поскольку субъективное мнение, ну, понимаете, субъективное мнение. Можно куда-то там поехать в глубинку, тоже у кого-то спросить, а люди там вообще мало о чем знают. Потому что вот они чем-нибудь такое скажут, ну, в общем, что-то там сказали. Да, они сами как-то не знают, но что-то надо было сказать, они что-нибудь сказали, понимаете. Ну, в общем, как-то вот так. Это, конечно, нужно разбираться. Знаете, как Жириновский, он какой-то специалист, знаете, по этой тьме, он все говорил, что вот он много лет занимает специалист, какой-то такой вот, я тоже не могу сейчас точно, не буду даже, чтобы ничего не перепутать. Вот. Так он уже определенный, понимаете, и владея информацией, он делает уже определенные выводы и так далее. Для этого нужно заниматься и владеть информацией, вот. А мне это вообще особо не интересно, зачем вот этой информацией владеть? Только, знаете, вот это вот, забивать себе вот это вот, как говорится, мозг, непонятно чем. Так, теперь мне нужны эти штучки. Где у меня была эта штучка? А, может быть, еще один. Еще глаза чуть-чуть подкрасить. Татьяна. Тихо. На этом взялся. Не знаю. Знаете. Продолжение следует... 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 Тетеньку тогда обвинили, что она там ворует туалетную бумагу в туалете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы понимаете, это просто характер. Человеку, у которого такой характер, он заступится. Еще один что ли метеорит? Слушайте, вот один прям вот так вот. Или что это такое? Это второй тунгусский метеорит. Ну где он с мамой шутит? Это кошки говорящие, дом волшебный. Такое чувство, что там у меня женя. Что это такое летит-то? Прям влез туда, понимаете? Это тунгусский метеорит. Это самолет на посадку все-таки. Просто оттуда не видно, что это самолет. Там такая вот волна-то идет. А что там где-то, оттуда не видно. Ну что, понимаете? Я же говорю, это характер. Тот человек, у которого такой характер, он заступится. Вот. Единственное, что рассматривать экстренные какие-то вот эти вот бывают моменты, что, понимаете, такой момент, что ситуация, если он заступится и тому тоже может как-то вот это влететь или что-то в этом роде, тогда уже здесь, здесь уже другой вариант. Вы поняли, да? то есть, тогда уже как-то все молчат, да? То есть, конечно, так. Да, если такое вот так там, если принято, например, всем молчать, вот, ну, что делать? Тогда все молчат. Если можно сказать, то человек, у которого такой характер, он скажет. Вот. Но если такая какая-то ситуация экстренная, и так вот, что нужно молчать, иначе, в общем, это, тогда это, то есть, нужно рассматривать, понимаете, вот это, индивидуально. Вот. Вот такие вот дела. О чем мы будем? А, мы будем о ремонте. Игорь, мы будем о ремонте. Ну да? О ландшафтном дизайне. Специально я съела сегодня две сумочки. То есть, я сломала сегодня две сумочки. Так что вот. Это сумочка. Когда Игорь ко мне приезжал в съемную квартиру. Я там, я, кстати, снимала квартиру на этой, на Дебуновской. Несколько месяцев. Сделала ремонт, ландшафтный дизайн. На половине участка. И мы, половине моего дома. На железнодорожной двадцать. Посмотрите, в Пивоострове. Игорь вот мне делал ландшафтный дизайн. Я была тогда, когда приезжал ко мне, я была с такой сумочкой. С этой сумочкой. Может, он смотрит и ему передают привет. Это я. Это была я. Ах, такой симпатичный. Такой на машине. Он там живет. И я еще снимала эту квартиру с парковкой. Ах, какой парень. В каком-то таком-то, там, на заводик. Как он мне говорит. Что, договор. Что, я заключила договор официально. Ландшафтная работа. Так что, вот. Он говорит, вы к нам подъедете на бетонный заводик. Я говорю, нет, лучше вы к нам. Я говорю, вы можете подъехать? Там договор, денежки под расписку. И, в общем, пожалуйста, работайте. Ну, у меня уже опыт был. В общем, вот так. Так что, вот. Что мне там? Я вам объясню, что надо. Как говорится, договор заключим, денежки дам. А что там? Пожалуйста. Участок, он открыт. Как-то вот это. Зашли, работайте. Так что, вот. Татьяна Салмановна. Ну да. Они почему-то спросили. Заяна Салмановна, а как вы относитесь к бывшим, бывший полицейский, участковый Савченко. Пользово-железнодорожный, 20. Заяна Салмановна, а как вы относитесь к Савченко? Я его несколько раз видела. Я даже не поняла. А чего я там? Как не приеду, он все приезжает, понимаете. Делал кланшертный дизайн. Игорь звонит, говорит, вот, говорит, трактора, машины, все, подъехала, Девенька подъехала. Так что вот, Савченко, говорит, подъехал. Приезжайте с документами. Ходят видеть документы, что это ваша половина участка, в общем, вот это вот, даже, чем мы начнем работать. Ну, я подъехала, показала ему документы. Он мне сказал, что вот у вас общая долевая собственность с Александром Виктором Анатольевичем. Я говорю, да, у нас, да. Но по поисковой давности их семья живет на той половине больше 20 лет. Поэтому, основываясь на законе, они там уже живут 20 лет, на той половине участка и дома. Поэтому их та половина моя, вот эта. Так что вот. И при свидетелях там размежевала. А что там лежевать-то? Если эта половина больше 20 лет принадлежит, там, мама у меня там, это, знаете, вот это вот. Там все посадки, вот это вот. Я уже рассказывала. Потом песком. Знаете, вот стало там песком, машина песка, вот это вот, знаете, там песком, вот это вот. Что-то красивенько у меня было вот это вот все. Тоже приехали с Василием, в общем, там, с ребятами, чтобы там песочком. Ну, нужно бросать песок, машина там, фура песка на моей половине вот этого участка. Опять этот Савченко едет. Так что вот. Втроем они приехали. Я вообще даже не видела, чтобы участковые ездили с автоматами калашников. Они приехали втроем с автоматами калашников. Ну да, он говорит, Татьяна Юрьевна. Я говорю, да. Я говорю, а что вы хотите? Я говорю, я занимаюсь, занимаюсь вот там ландшафтным дизайном. Песок разбрасываю на моей половине участка. Вот забор, говорю, вот этот вот. Новый спираль сделаю. Ремонтные работы вы занимаетесь. Ну, он и говорит, вот проедемте вот. На Вас вот те соседи написали заявление. Прошу проехать всех для, так скажем, как же он сказал, для выяснения личности, да? Ну, меня он как бы уже знал, что я ему предъявляла и паспорт, и документы наполовину вот этого дома, участка. Там мне и сказал, он говорит, вот вы снесли на своей половине забор, с той стороны садитесь жабу. Я говорю, вы по этому вопросу? Он говорит, да. Я думаю, нормально. Потом сменился. Там потом сменился вот этот вот. Теперь там какой-то был вообще, я переписывалась тогда вот это вот, по этому имейлу. Ах, уж у него фамилия, имя, отчество. Просто вот это не запомнить. Уже потом в Эйлинг уже приехал. А на такси? Я еще ездила на такси. Вот это вот. Еще вот это, деньги на такси, понимаете? Вот это вот. Это приехать в Белоостров на такси из Эйлинга, из Петергофа. Потом я таксиста бы просила, чтобы вот это вот, мы поехали в этот участок, чтобы он меня подождал там. Вот это вот. На этом же такси потом я в Петергоф поехала, понимаете? Все это очень затратно. Все это стоит денег, понимаете? Еще ездить на такси. Сейчас приду. Там нужно поставить еще машинку стирать. В общем, сейчас. Сейчас посмотрю. Ну, чуть позже поставлю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вообще, на самом деле, знаете, вот кто не знает, знаете, давайте обсудим такую тему, просто, знаете, если вы не сталкивались, вы не знаете, я тоже как бы немножко далека от этой темы, но, в принципе, знаете, вот такая тема, вот приезжают люди на заработки из других вот этих республик, не знаю, там, стран, республик, здесь же нужно иметь регистрацию, чтобы право на работу, они хотят заработать, понимаете, вот они приезжают и хотят заработать, берутся там за любую там работу, я не знаю, там, ну, я не знаю, там, какие-то там строительные работы, вот эти, кому там что-то, то есть, как-то вот так. То есть, если регистрации нет, ну, в общем, там, это, что официальных документов на работу, вот, то есть, я так понимаю, что полиция к ним там, ну, документы, давайте вот это вот проедем, там еще один литерат летит, или это все самолеты летят, а вообще-то же не поняла, а что это такое-то? Вот такие вот, да, эти такие вот цветящие, все туда, они все туда влез, или залез, они туда влезли, а что там залез-то? Туда, в общем, туда опять полетел какой-то вот этому. Ну, вот. Они приезжают, хотят заработать, понимаете, если вот нету официальных этих документов, их вот там вот, и вот, предъявите документы, а если нет, то, понимаете, вот к ним вот эта полиция, там, а я уж не знаю, там, вот давайте, там, не знаю, что там, там, с ним, там, какие-то штрафы, понимаете, платите штрафы, что тут нелегально работали, вообще как-то нелегально, может, заходитесь, вы как-то вот не сталкивались, не знаете, вот. Просто они как бы работают дешевле, и на каких-то строительных работах они, в принципе, дешевле, я так понимаю, то есть они берут дешевле, поскольку там, наверное, как-то, ну, вы поняли. Ну, не знаю, я, вы знаете, вот в шестнадцатом году мне надо было выкинуть из комнаты, много очень не нужно, вот из той комнаты, я ее расхламляла, и много, с чего надо было выкинуть на помойку. Я вот попросила местного дворника, я говорю, мужчина, вы мне поможете за денежку выкинуть вот этот вот, на помойку, там, снести там эту, сафу, там, вот это вот. Он пришел с какими-то своими, там, друзьями, приятелями, братом, втроем они пришли, выкидывали. Это такой пример. Я, конечно, не знаю, может быть, я неофициально совсем дворником работал, просто где-то, знаете, подсходил под металл. Я же у него документы не спрашивала. Знаете, у вас есть решение на работу, а вы здесь официально находитесь? Вы мне вот скажите. Я вот его увидела, договорилась, мне нужно было, я же не стала спрашивать, есть ли у него разрешение на работу, вот. Я просто договорилась, я говорю, столько этого денег я вам заплачу, вот это нужно выкинуть. Они это все сюда вот снести, там, разобрали, потом все это выкинули. Ну, а не знаю, могла бы возникнуть ситуация, то есть я, в принципе, наняла, да, получается, за деньги выкинуть, ну, скажем, вот эти вещи, там, мне не нужные, там, вещи, на помойку. Там хлам, после, там, в той комнате, там, Тамара Петровна жила, моя мама, Юрий Анатольевич, в той комнате. Могли вы тоже как-то притраться, вот вы как бы вот наняли, заплатили денег, они вот на вас поработали, а они, может быть, там, вот этот его брат, сват или приятель, может, он здесь нелегально находился, я же не знаю. И разрешения, может быть, у него на работу нет. А потом скажут, а что же вы вот это, как вы вот это вот, вот это вот, что вы вот это вот делаете-то, а я же не знаю. Честно говоря, это очень интересный вопрос. То есть, прежде чем, да, как-то, что-то такое вот это договориться, где-то что-то покрасить или что-то вот это, нужно спросить. Да, ваша вот прописка, разрешение на работу, а вы мне вот это скажите, вот это. Он скажет, ну да, сейчас я вам еще вот это, то есть, ну, в принципе, вот, вот как. То есть, интересно, правда? Так что вот, вы не сталкивались, вы как бы вот не знаете, а вот как-то вот вот так. И ходили они здесь полдня, там, вот сначала один пришел, они такие на лицах очень одинаковые, понимаете? Мне было, конечно, все равно, но их было несколько, они там передевали, потом смотрю, он, не он, или его приятель, потом думаю, вот это все пусть выносит, и ладно. Вот, понимаете, а то он там ушел, пришел, там пришел, потом там что-то там с пивом, там вот это ел, давайте вот это, короче, давайте, в общем, быстрее выносите, чтобы я вот это, потому что, ну, как бы, вот они втроем бы у меня подходили, я думаю, ну, потому что уже как-то вот это. Я вот здесь вижу несколько лет сработают, вижу, смотрю, смотрю, вот он ходит, подметает, мусор там, мусорники, мусор открывает, и вообще как-то здесь сходит. Я понимаю, что это дворник, я так догадалась, что он дворник, вот двоих я вот здесь вижу несколько лет, а я точно не знаю. Может, они вообще не официально работают, а может, они вообще не работают, может быть, я не знаю, или они как-то вот это, я точно, я же у них документы не спрашивала. Я просто вижу, что они ходят, как-то открывают этот мусорник, и, в общем, как-то они там площадку-то жмут. Может, ну, как-то нелегально, может быть, как там, нелегально нанят, ну, к примеру. Ну, что я должна к нему подойти и спросить, вы знаете, вы здесь официально работаете, вот это? Покажите мне ваши документы, или что? Так что вот, так что какие-то такие, знаете, вот такие, немножко, может быть, сказать, может, странные, может, как-то странные вопросы. Но они вот такие вот, потому что если посмотришь, очень много приезжих на каких-то таких работах, особенно летом, я так понимаю, такой строительный сезон. Многие, ну, знаете, там, уборка строительства, вообще какие-то дизайны, ландшафтные дизайны, в общем, ремонты, знаете, ремонты квартир, какие-то, какие-то хозяйственные вопросы. Так что вот, ну, ладно, давайте уже ближе, давайте свою книжечку, я автор книги «Тайная психология денег. Секретное богатство и процветание». Да, кстати, у меня вот это вот открылось прямо на этой, на уборке. Освободились от старого и не нужно. Выбрасываем, убираем старое, освобождаем место для нового. Вот, смотрите, страница 159, мои книжки «Тайная психология денег. Секретное богатство и процветание». Ну, это я уже читала, дальше немножко перелистываю. Вот, смотрите, что там, почитаю, да. Смотрите, помните, что у вас всегда есть выбор, как реагировать на сказанное, на сказанное ваш адрес. Обижаться или благословлять. Разве будет обижаться человек, если он любит себя, знает себе цену, уверен в своих силах. Духовно сильный человек, независимо от критики и оценки окружающих, друзья мои, а значит, спокойно реагирует на нее, а также сам никого не критикует. Духовная энергия защищает, берет под свое покровительство такого человека. Все негативное сказанное в его адрес возвращается его же обидчику. Если кто-то обозвал вас, подумайте, почему это вызвало у вас гнев и раздражение. Да только потому, что вы позволили себе почувствовать эту эмоцию, а затем приняли решение ответить на оскорбление оскорблением. Усилили негатив, получили двойной отрицательный заряд. У вас испортилось настроение, испорчен день, а может быть и несколько, а все начиналось с вашей мысли. А если не осуждать и так не реагировать, а просто посочувствовать этому человеку? У него, скорее всего, в жизни очень много проблем, а может быть он совсем, не совсем здоров. Если рассудить, его слова к вам вообще не имеют никакого отношения. Это он говорил сам о себе. И все. Помните, что другой человек может воздействовать на вас только через ваши мысли. В следующий раз, когда возникнет конфликтная ситуация, помните, примите ее вызов и тренируйте как тренировку своей духовности. Однажды Абраму Линкольну сообщили, что один из министров негативно высказывается в его адрес, на что он спокойно и с достоинством ответил. Он прекрасный министр, который когда-либо был в этой стране. Линкольн знал, что никто не может причинить ему боль, унизить или ранить. Разве что его собственные мысли и чувства? Этот человек был из тех, кто поднимается сам и поднимает других. Вы избранные и избрали себя сами. Вы можете все, вы являетесь Творцом. Почувствуйте свою силу и свое могущество. Глава 19. Сердце, наполненное благодарностью, способно творить чудеса. Путь благодарный станет частью вашей жизни. Даже единственной молитвы, которую вы произносите всю свою жизнь, бывает достаточно, если это слова «благодарю тебя». Мэйстер Экхард. Так что вот, 167-я страница моей книжки. Сейчас я поставлю это видео туда. Шикарная погода, совершенно шикарная погода на улице. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум, сайфудин. Так что вот, сейчас я посмотрю, как я здесь супер получаю. Ну, там, конечно, пейзаж. Пейзаж, конечно, лучше. Ну что, вечные жизненные истины Джоэльф Мэкфи. Уже тут мальчины. Уже тут мальчины. Вот смотрите. 27-я страница. У нее была аллергия на красные розы. Недавно одна женщина сказала мне, что у нее была сильная аллергия на красные розы. Они вызывали у нее приступы судорог, слезы и отек гортани, затруднение дыхания. Но если бы это было так, то красные розы вызывали бы подобную аллергическую реакцию у всех без исключения. Как оказалось, причина была в другом. Ее бывший муж в период ухаживания всегда дарил красные розы. Однако после нескольких лет супружеской жизни он убежал к молоденькой девушке. Бросив жену на прощание ужасные слова. Мол, она слишком стара для него. И вот она преисполнилась ненависти к бывшему супругу и его новой пассии. Как вы уже наверняка догадались, именно с этого момента у нее появилась аллергия на красные розы. Розы не имели силы, чтобы вызвать приступ сенной лихорадки, астму или любое другое заболевание, связанное с органами дыхания. Подсознательно красные розы ассоциировались у этой женщины с бывшим мужем. Обида, враждебность и сильная ненависть проявилась симптомами аллергии. Негативные разрушительные эмоции, засевшие в подсознании, не могут иметь конструктивного выхода. Они должны оказывать разрушительное воздействие на наше тело и другие внешние аспекты жизни. Болезнь отступила, когда женщина начала понимать, что мысль материальна. Она приняла решение простить себя за то, что дала приют этим негативным эмоциям и отпустить своего бывшего мужа и его новую подругу, освободив их для Бога и пожелав им всех благ. Отныне она начала утверждать «Я отпустила вас, да будет с вами Бог». Спустя несколько дней она полностью освободила свой разум от негативных мыслей и наполнила подсознание жизнеутверждающими истинными, повторяя по нескольку раз в день. «Я живу, двигаюсь и пребываю в Боге. Я душу чистым воздухом Духа Святого. И все мое существо пропитывается совершением жизни Духа». «Сейчас я здорова и совершенно. Хвала Господу, от Которого исходят все благословения». Эта женщина исцелилась и сейчас свободна от всех негативных эмоций. Вот обратите внимание, я так думаю, что все-таки Джозеф Мерфи знает, поскольку он, как говорится, был проповедником, преподавал. И, в общем, я так понимаю, это вот частные консультации, давал частные консультации по различным вопросам, в общем, много-много лет. К нему обращались люди, а потом, видите, он пишет, что она исцелила, потом люди ему эти сообщали, писали, каков результат. Так что вот, у него очень многолетний опыт. Я так понимаю, что если бы эта женщина обратилась к какому-то врачу и так далее, ей выписали, наверное, я даже не знаю, ей выписали какие-нибудь таблетки или, в общем, вот это. А так, в общем, благодаря силе слова, силе мысли, в общем, научных молитв Джозефа Мерфи, она исцелилась. Вы родились без страхов и комплексов. Во время поездки по Китаю я разговаривала с одной пожилой женщиной, который объяснил, что она родилась без страха предрассудков, религиозного догом или расовых предупреждений. Все это было навязано ей родителями, родственниками, учителями, священниками. В ней глубоко укоренился страх смерти и то, что произойдет в загробной жизни. Она верила в то, что будет наказана неким разгневанным Богом за свои прошлые грехи. И вот она начала понимать, что когда она появилась на свет, ее разум был подобен нетронутой целине. А затем в ее подсознание стали вторгаться страхи, ложные убеждения относительно Бога, жизни и Вселенной, оставляя там негативные отпечатки. Пока она была юной и впечатлительной, все внушаемые ей расовые и религиозные предрассудки воспринимались ее как истинные и глубоко запали в сознание. Но она жаждала истины и в конце концов пришла к пониманию того, что перед Богом или принципом жизни мы все равны. Он не судит и не наказывает, но мы сами причиняем себе страдания и наказываем себя, неправильно истолковав закон и силу ошибочного мышления. Следуя моему совету, женщина начала по 3-4 раза в день читать в стук 26-й псалом, величайшее противоядие против страха. И в течение всего остального путешествия я наблюдала результаты происшедших с ней перемен. Так, это, наверное, дальше рассказываю. Предсказание моего будущего Поставил его над владыкою над делами рук моих. Псалом 8-7 Я знаю, что вера определяет мое будущее, моя вера в Бога. Это вера во все доброе. Сейчас я исповедую истинные идеи и знаю, что будущее предстанет по образу и подобию моего правильного мышления. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто. Что любезно и что похвала. Над этими истинами я медитирую днем и ночью. И знаю, что эти семена, мысли, над которыми я привык размышлять, принесут мне богатый урожай. Я капитан собственной души. Я хозяин своей судьбы. Поэтому, потому что мои мысли и чувства и есть моя судьба. Это страница 17-я, книжки Джозефа Мэрфи. Ну, да хорошо, сейчас я буду себе готовить такой обед. Обед, как в Париже. Еще не буду парить, наверное, макарошки. Макарошки с соевым мясом, с чечевицей, салатик свежего огурца. Так что, вот, такие вот дела. Вы смотрите мою творческую программу, мою творческую студию позитивного мышления и силопозитивной мысли. Патент Салманы Макту, сальфу. Еще здесь немножко вам покажу. Пейзаж, пейзаж. Пута открыта. Проветривается у меня квартира, знаете, все открыто. Такие вот дела. Пута открыта. Видео уже загрузилось. Сейчас буду это видео загружать на мой канал Ютуба. Татьяна Салмана Макту, сальфу. Так что, вот. Также обратите внимание, что некоторые видео с моих каналов, Татьяна Салмана Макту, сальфу, дин на русском, на английском языке, я перепубликовываю, ну, я считаю, что это, наверное, знаете, как вот, лучшие, знаете, как я вам опубликовала, знаете, такая подборочка о жизни, например, там, Клауди Шифер, вот, ну, сравнивать, знаете, вот, о ее жизни. Вот, это так интересно, правда, история ее успеха. Просто я пиарю себя, делаю из моего имени мировой бренд, и, в общем, некоторые такие видео, как я считаю, они получились у меня супер-супер, поэтому с моих каналов Ютуба я их, ну, не то что часто, я их перепубликовываю, такую подборочку делаю, вот, вы можете смотреть, что это, как бы, ну, опять одни и те же видео, но они, в общем, такие, знаете, вот, я, да нет, но я снимаю огромное количество видео, понимаете, у меня огромное количество видео, вот, но я считаю, что те получились лучше, и поэтому я, как бы, вот, пиарю, пиарю себя, вот, и их перепубликовываю, потому что я на моей странице ВКонтакте, Ксена Салмана, через Дефис, Мактум Сайфу, через Дефис, публикую еще другие видео, там, и Натальи Правдиной, и Тони Робинса, и многих других, в общем, и какие-то юмор, и фильмы, вот, и, в общем, ну, что сказать, то есть там смотрю, ну, а, там, как бы, иногда даже за день огромное количество видео, и мои, и просто с Ютуба, вот, поэтому это подборка вот этих лучших видео, и то не всех, думаю, так это сначала вот эти, потом в следующий раз какие-то немножко другие, так что, вот, имейте в виду, таким образом я, в общем, пиарю, в общем, пиарю себя, вот такие вот дела. Ну что, один час, один час и восемь минут позитива, со мной, стадион Салманы, Мактум Сайфуде.